Привет! Э-э-э, Требуарно! На одном из последних стримов мой подписчик Владислав через донатик, за что ему огромное спасибо. Присели меня посмотреть ролик у Акара, который называется Самый Оцкий религиозный мультфильм на свете Смешарики для верующих. Давайте его посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Вы не уверовали, читая Библию? Вы не уверовали, смотря Страсти Христовые? Вы не... Я не смотрел. Вы не уверовали, даже посмотрев... И это, слава богу, тоже. ...детей против волшебников? Ну тогда Вы точно уверуете после ЭТОГО мультфильма... Ну-ка. Крочные шарики, Дорби! А, Дорби, это... Которые вот эти шарики из Китая продаются, в воду кидаются, они расширяются. Да, это они самые? Уда.. Ой-ой-ой! Какая жесть. Ты-ка какая жесть... Так. Кстати, вот про этот видос мы видели... Ак рассказывал, когда я... Короче, я перед этим смотрел ролик про короля Льва религиозного. Вот. И он там упоминал этого Дорбис. И сейчас мы узнаем, что же это за ховно такое. И получай бонус! Все массовые здрев. Есть вещи, в отношении которых вы не можете понять, как они могут существовать. Именно это касается христианского мультфильма Дорбис. Над его созданием работала популярная христианская группа Гейдер. Но результат... Это вот их музыка, что ли, типа на фоне играет? Получился настолько ужасным, что мало кто решится посмотреть. Если их музыка на фоне, то я их знаю. Если нет, то... Это воистину уродливая произведение. Капец, гигачат! Ну не знаю, я столько говна посмотрел, что мне ничего не страшно. А варень с Олит придется смотреть на то, как у меня тупо тут волосы торчат, так что... У меня тоже. Вам тоже ничего не должно быть страшно. Так. Вот это звук нафиг. Мелодия, как будто бы какой-то фильм ужасов начинается. Что-то уже как-то тревожно на душе. Ага, согласен. Что-то голос какой-то стрёмный. Можно было как-то поэпичнее? Но однажды у Господа было офигеть какое плохое настроение. И он сделал людей. И он создал это. А, Дорбис. Что-то такое? А вообще бы не видел. Мультфильм просто взял и решил сразу нагадить нам на лицо. Вот без промедлений. Какие у вас... А что ждать-то? Ты пришел сюда для этого? Получай! Любимые музыкальные заставки. Херня! Ооо! Вот это да! Вот за это я лайк поставлю. Потому что так просто... Уток в детстве я не особо любил. А это какой шикардос. Херня! Настоящее искусство! Не, ну поэту они вроде как более-менее прикольные. Ну а рисовка, конечно, в срате некуда. У меня такой же вопрос. Почему вы не можете уйти нахрен? Можно я остановлюсь на этом? Но вся суть мультфильма уже ясна. И неправда нет. Какая жесть. Просто задников ноль. Дурби Таун. Какие у тебя осики? Врачи я был подтянутым мулатом, но знаете... Дурби... Перегорел. Да, он меняет людей. Ты чё, рэпер? У них проблемы с модельками персонажей. Принимаю. Но зачем они делают эти пугающие дёрганье? Что с глазами? У него нервный тик? Походу, да. Это типичное последствие просмотра заставки в начале? Или что? А ты чё, перед тем, как начать сериал, сами просматривают заставку постоянно, что ли? Фига себе, ты ломанил четвёртой стены. Чувак, судя по твоему поведению, ты явно принимаешь что-то пожёстче, чем кукурузные лепёшки. Да-да-да-да-да-да. Либо их с чем-то. Что ты ржёшь, сука! Блядь, хочу и ржу. Я чуть не рехнулся, пока его слышал. А тебе, блин, смешно? Какой господь за происходящее тут может быть в ответе только сатана? Далее показывают школу с самыми... А почему сбоку, блин, это... Впечатлительными учениками на свете, судя по всему. Вообще, какие быстрые-то все. Чё? Оглядываясь на происходящее, вот этот парень по имени Джек принимает самое разумное решение свалить отсюда нахрен! Понимаю. Да-ка, чё ты так быстро говоришь? Тебе, блин, непонятно же! Кон-груэт-ный... Что это? Ура! Как суть-то. Конгруэт-ные треугольники! Только они отделяют нас от нашей подростковой тяги к суициду! Осуждаю. Итак, Джек со своей подругой Мэг Джейн пытаются уйти со школы. А, та самая? Один Питер Паркер. Какого хрена, что происходит? Чё за игра? Тревога! Тревога! Происходит побег из школы во время разбора конгруэнтных треугольников! Безумцы! Они убегают от своего счастья! Однако персонажи всё же покидают школу. Чё ухса превратился там? И вот в этот момент создатели посчитали, что мы слишком расслабились. Слишком привыкли к прекрасным моделькам этих персонажей. И нам дают вот новой модельки. Такого героя. Так. Ха-ха-ха! Героят! Итак, этого парня меня зовут Ото. И он отправ... Октави... Смотри, Мэри Джейн есть, вот, Октавиус тоже на месте. Питер Паркер реально где-то потерялся. Покупать себе одежду, потому что неудачно подобранные шмотки явно его единственная проблема. Ну, это похоже больше на стринги, которого он натянул на уши. И вот, встречайте продавца одежды по имени Диг. Что произошло? Мульт просто поплыл? Такое... Нет, Диг поплыл. Впечатление, что у них просто моделька глюканула при сохранении. Но они все равно решили оставить все как есть. Жесть. Не надо песен, я еще с прошлой не отошел. О, ееее... Диг. Шамар. Смол и биг. Мо... Смол и биг. Это точно религиозный мульт? Что-то тут про дик большой и маленький рассказывают. Диг. Моя дик. Оно самое. О, еее... Какая же есть... Он так яростно прыгает в камеру, будто сам хочет, чтобы из этого потом сделали скример. Я не понимаю. Этого чувака уже второй раз показывают? Он типа следит за всеми через телевизор? Нет, это, наверное, опять ломание четвертой стены и он просто смотрит какое-нибудь шоу. О, смотри, это всего лишь заброшенный дом. А почему ты так обратил на него внимание? Не знаю. Чего он несет? Почему у персонажей здесь периодически такой знатный словесный понос? Они что, понимают, что в любой момент могут на текстурке развалиться и стараются успеть сказать как можно большее? Блин, сначала начала говорить нормально, потом опять начала говорить о чём-то писали, ничего не понимаю. они вспомнили про Библию на пятнадцатой минуте мультфильма. Да и в чём смысл? Я думаю, к этому времени все зрители уже пришли к выводу, что Бога нет. когда же я уже получу свою ипотеку на 30 лет, работу с иллюзией карьерного роста и ребёнка по залёту, как... ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это самое главное. Даже уже начнётся полноценная жизнь. Блин. Не, ну поют-то они прикольно на самом деле, музыка забавная. Это реально качает. Ага. Кстати, не... Не, ну реально, музыка забавная. Какой тут туман? Это так решили изъяны графона прикрыть? В таком случае нужно больше тумана. Вот же сексиско... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сука. Ты покажешь, прогуляв школу и отправившись в заброшенный дом. Да, это лучший протест против платья. Кроме шуток, мне нравится песня Мэри Джейн, в которой она поёт про то, как ей не нравится навязанная ей модель поведения. Вот только в контексте происходящего это выглядит настолько дико, что всё становится ещё более странным. Там висела камера, чё, блядь? Так, блин. Что это за херня? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какого хрена? Кто-то ударился башкой об клавиатуру, сидя в 3D-редакторе, создатели увидели, что получилось и это вставили просто, чтобы заполнить пространство? Какая жесть! А, стоп. Это типа камера? Да! Это типа самоирония по поводу местных крупных планов? Или что? Мне настолько херово от того, что я тёлка, что я на пару секунд стану шаром без половых признаков. Как вам такой протест? Ятить! Он же ей в хлебальник зарядил! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тоже даже откинул. Да нахер! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да что происходит? Этот чувак типа как цыплёнок в Робоцепе, который смотрит всякое или что? Если вы не поняли, у нас тут началось шоу внутри шоу, потому что у нас ведь было так мало сюжетных линий. Итак, у нас тут супергерой мистер По, который пришёл спасать своего друга от злобной коровы. Что за дища? Какая-то бета-ирония. По-моему у них тут просто соревнования. Она пыталась это рэп зачитать, прям как Эвилин. Скажет более длинную реплику. Песня? Настолько плохо, что даже хорошо. В этом мультфильме и так есть две линии, которые вообще не пересекаются друг с другом. И зачем-то за 10 минут до окончания мульта... А, да ладно, это уже конец? ...ббрасывают этого мистера По вообще ни к чему. Я правда не понимаю, вообще ничего. Да, его появление опять бессмысленно и не ведёт никуда. Итак, Трой наконец-таки подбирает себе одежду и теперь... Лучше останься просто в этих... ...выглядит как Леди Баг. Да, кстати, ладно. Гену, они там сосались. Ну, какой ещё дорогой такого?? Что? Хельгельный катч, тейжерский мучитель... Что? Кальтурами только чтоб Реп seguirhh den suddenly me... Ха-ха-ха-ха-ха.. Плядь, это реально мода ирония! вот это драма я конечно рад что продавец раскаялся но у нас там вообще-то дети шли в заброшенный дом и видимо это не так интересно лучше показывать этого чувака который половину мультфильма выбирал себе шмотки но теперь это не имеет никакого значения ведь ему сказали чтобы он шел в другой магазин ладно возвращаемся к детям они наконец зашли в дом и видят там комнату с элвисом пресли и закрывает ее ладно проект не помертв ли бы оставаться там же потом опять появляется этот дебил чтобы исчезнуть потом джек падает в дыру в полу и у персонажей начинается дилема ну и далее следует ирония потому что в результате об этом случае говорят аж в новостях хрена себе ха ха смешно а его кейсан вот у меня вообще цвет волос меняется во время нашего разговора ха нифига себе прикол но у тебя же нет ко мне претензий вот и у меня нет они засады на это за окончилась и слава богу вы смотрите в этой толпе есть и трой то есть половину мультфильма уделяли внимание чтобы он просто поплясал в массовке я не помню почему это вообще это сука самый блять нездоровый итог который можно было вынести из происходящего были я смотрю на ту игрушку мне кажется что это нос в че такое у него там на заднем плане я вообще не понимаю что посмотрел давайте не будем графодрочерами и просто оценим сюжет какой и вот тут мы видим этот томат с усиками который рассказывает нам про то что герои собираются сбежать из школы а потом нам и так показывают как они сбегают так что смысла в этом вступлении нет потом у нас этот персонаж который появляется четыре раза за мульт но не влияет на сюжет никак так что смысла в нем никакого как и в линии трое только позже я понял что его история это пример правильного решения в отличие от решения джека и мэри джейн тут странно блин пример на самом деле вообще по моему как бы абсолютно неравнозначные люди посыл дается крайне не связано еще более не связано является общая мораль молись господу и он укажет тебе правильный путь по моему мораль тут должна быть такая смотри под ноги чтобы никуда не падать осуждать джека за то что он прогулял школу которая пытается его убить сразу как он вышел из класса согласен да это как бы вообще я лично не могу еще этот зеленый мужик как кто это смотрит телевизор зачем он тут какую функцию играй он сейчас это за спустится жопа на бутылку я не понял что самое смешное этот мультфильм даже не справляется со своим христианским позиционирование одно упоминание библии только в конце и несколько упоминаний господа но это очень странная фигня бэтмен против супермена выглядит больше может это зеленое существо бог а то что происходит с его творениями он смотрит на это просто шоу которое ему уже давно надоело как вам такой посыл что-то по-моему тогда это совсем не религиозное истинное мы уже не узнаем что это наоборот страшное ведь шоу не двинулась дальше пилотного эпизода а это должно было быть сериал это что его решили не делать дальше слава богу возможно и является доказательством того что бог есть подписывайтесь на канал вступайте в группу и еще я разыграю 10 сигн среди последних 500 человек подписавшихся на мою страницу вконтакте все ссылки в описании ищем то это прям отвратительно было аж на в конце потом дождь 1 2 мая и конкур ну нет а еще у нас миллион подписчиков в группе первое время я не хотел застрять на этом внимание потому что судя по реакции в чиков на канале первое время я не на миллион что ли ну кратил застрять на этом внимание потому что судя по реакции в группе начинаются возгласы про то как я долго к этому шоу как другие каналы собирались только за год два три а я вот такой вот слоупок и лалка до сих пор двух миллионов сети нет жалко им это абсолютная правда если я лалка дать трудно назвать особо положительным примером и я даю отчет в этом когда я начинал делать видео я выпускал их очень редко это было скорее хобби и такой подход в моем случае не очень помогал набирать подписчиков но это и так по однако они потихоньку набирались но со временем я утонул в самокопаниях каких-то личных запарах и это отражалось на видео хотя это было понятно только мне 2014 год был для меня самым кризисным я просто делал унылое мнение о фильмах на фоне трейлеров то есть это кому-то на это как я делал обычно ты в самом деле с не спорю но я сам это делал местами на отвали особо не получал удовольствия ой же мир разума чего вообще хочу а когда понимал чего хочу то не решался это делать потому что боялся я просрал очень много времени которое мог бы тратить с умом понимая прекрасно пока другие делали ролики которые поднимали планку качества ютуба я не понимал элементарных вещей что нельзя писать звук на камеру за пять копеек за снимать только со светом из окна я прошу а я так и делаю через периоды боязни светить себя в кадре а потом через боязнь снимать себя слишком близко очень много странной хрени да только в конце 2014-го я перезагрузил канал и наконец начал делать разные вещи в большом количестве это то чего я хотел всегда и по сути для себя я отчитываю настоящую жизнь канала именно с этого периода да с периода конвейер скатился раньше была лампово сожалению лампово было не мне потому что улдфаги ну ты же делал помнят ролики а я помню себя того периода который мне совсем не нравится прям а у меня миллион подписчиков но я не в том положении чтобы этому радоваться вот если бы на каждом видео было по миллиону просмотров вот ну на этом уже два миллиона насколько знаю практически неплохо а так я не довольна результатом но в этом никто понимаю прекрасно у меня самого не виноват так чему я могу порадоваться оглядываясь на существование канала тому что я познакомился с кучей классных людей до того как я начал делать видео для меня зачастую сказать слово привет какому-нибудь человеку было проблематично но для меня сейчас проблематично но все равно наверное чуть чуть полегче стало на видео абсолютно изменили мою жизнь понимаем класса с кучей интересных и классных людей всех наверное просто не перечислить некоторые из них оказали мне честь и светились моих роликах если бы я не начал делать видео в интернете у меня бы ничего этого не было не было бы возможности посещать фестивали в разных городах не понимаю веселых моментов на съемках не было бы меня такого какой я есть сейчас и за это я благодарен вам и в каком-то смысле извините запах нет промыла но вы сделали меня счастливым и за это вам огромное спасибо это прям милота хоть и пять лет прошло все равно прям круто оп что это сейчас будет песня что ли какая-то или чё так для начала я обязан сделать это вот вам искусство кликбейта есть камера чтобы что-то снимать осталось только а короче говоря как все петербургами записать просто две секунды анимации что мне делать с этой информацией просто одно к одному и вот вопрос почему ребята у меня созрел ответ крепитесь спасибо совет кто же смог чему это приведет почти до слез за душу берет какой у вас эталон экшен-сцены эта хрень сломала мне психику в детстве не нужно бояться перемен время не стоит на месте ой прям проникновенно слушай так и Весело! Давайте вернемся в 2008. Что это вообще за подход такой? Аккорд в качестве персонажа появится в следующей части Форсажа. Действительно. Я посмотрел такое. Просто какой-то бессмысленный вброс и наткнулся на это в конце декабря. Эй, хватит говорить за меня. Фигура, над которой не стоит шутить. Мне вообще надо что-то говорить. Эта фигня серьезно меня отвлекает. Совсем никого не напоминает. Если я продолжу это слушать, то чтобы навсегда отбить такое желание. Мне придется лоботонию сделать, чтобы песня вышла из моего сознания. Блин, фигенно. Он так просто прикольно танцует вообще, блин. Заходит. Блин. А, тоже есть. Это, блин, у него вышло или не у него? О, непонятно. А, вот эта песенка. Вот это то, что он сейчас ставил. Это вот это, что ли, Доктор Миксер, Фиат Аккер или нет? Напишите в комментах, я просто не шарю. Но видос офигенный получился. И вот эта вот в конце тоже прям музыка прикольненькая тоже была. Мне понравилось. Спасибо большое Аккеру за обзор. Спасибо большое Аккеру вот за это. Вот за эту вот речь такую милую, проникновенную. За музычку вот эту вот в конце. Вот. Спасибо большое вам, подписчику, за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.